Отваливающиеся от здания тамбуры подъездов, растрескавшаяся от мостка фундаментов, голый двор, три мусорных контейнера на шесть 50-квартирных домов и еще целый ряд проблем. Все это сопутствует жизни новоселов микрорайона Раздольный. Возмущенных жителей выслушали Аркадий Фимович и Максим Баронов. Микрорайон Раздольный – один из новых жилых комплексов нашего города. Заселение трехэтажек, жители которых и обратились в нашу редакцию, началось около трех лет назад. Проблемы, по словам людей, стали сопутствовать им с самого начала, хотя застройщик, компания ЦСКА, обещал комфортную жизнь на свежем воздухе. На сегодняшний день из всего комфорта в наличии только свежий воздух. Первая проблема, с которой сталкиваются новоселы Раздольного – недостаток общественного транспорта. Микрорайон находится в отдалении от города. Обещали и детсад, и школу, и детскую площадку. Показывали план. Мам, да тебе хорошо тут будет жить. Ну, действительно, там сказки. И что мы видим? Автобусы – больной вопрос. Автобусы вообще не ходят. Сколько у нас, девчата? Три автобуса? Три автобуса и то. По часу. По часу жду. Ладно, мы взрослые. А зима? А дети в школу как едут? Тут у меня дочь учится в Новосибирске. Она ездит на электричке. Первый у нас автобус без 10-7. На каком она автобусе раньше? Она идёт пешком ни тротуаров, ни дорог. Ни освещения. Добравшись до своих жилищ, во многих случаях на такси, жители Раздольного сталкиваются с целой вереницей дискомфортных моментов. К примеру, местным мамам доставляют большое беспокойство две замороженные стройки, видимо, брошенные застройщиком, который на сегодняшний день является банкротом. Котлованы ранее были огорожены, но со временем ветер и хозяйственные люди ограждения частично разобрали. Мой сын туда тоже попал. Я хотя объясняла, что на стройке делать нечего. Там котлованы могут обсыпаться, где-то арматура торчит, что поранитесь, плита упадёт. Ну, мало ли что. Стройка – это не место для игр. Хотя запретный плод сладок. Они лезут. На стройку дети лезут от скуки. Во дворе им заняться нечем. Между домами – пустые площадки, поросшие флорой в стиле казахской степи. Какие-то песочницы, горки, лазилки. Ну, всё, что в нормальных дворах. У нас, по идее, даже нет какой-то нормальной адекватной качели, как в других дворах. Я считаю, всё равно можно эту территорию чем-то полезным для детей заставить. Уже ходила не раз в управляющую компанию, спрашивала, когда нам сделают детскую площадку. Потому что детей на самом деле на микрорайоне очень много. Ну, говорят, денег нет, денег нет. Зелёных насаждений, которые сохраняли бы обещанный свежий воздух, нет вообще. Жители говорят, что проходящая рядом дорога становится всё более оживлённой. В их жилища летит пыль и гарь. Люди пытались своими силами обустроить прилегающую территорию, но управляющая компания этому не способствует. Получается, что у нас, как мы переехали здесь новосёлами, так мы ими остаёмся за два года. Ничего не сделано. Третий год мы живём, а движения никакого. Вот это всё, что сделано, благоустройство, это вот пореприки покрашенные. Я с соседкой снижу. И вот это всё, что мы посадили, это лично я и она. Мы просто хотели что-то сделать для себя. Вот что-то мы сделали, а что мы сделали. И в таком состоянии мы будем жить не знаю сколько. Мы согласны принимать участие, помочь им, если надо. Но они же ничего не делают. Абсолютно. Горожане жалуются, что на 6 50-ти квартирных домов стоит всего 3 мусорных контейнера. И, конечно, периодически возле них образуется гора мусора. Народу очень много. И вот эти контейнера, которые вообще маленькие, они... Это буквально, это вот сегодня накидают люди, завтра опять будет всё выше крыши. В этих проблемах люди винят свою управляющую компанию, раздольный. По их словам, на все вопросы они получают один ответ – нет денег. Но есть моменты, которые, по мнению жильцов, на совести застройщика. Тамбуры подъездов отходят от здания. Отмостка фундамента трескается, и подвалы заполняются дождевой водой. По закону, жилые строения находятся в течение 5 лет на гарантии. И застройщик должен устранять все дефекты. С этим вопросом жители Раздольного обращались к замглавы Сергею Носову. Должна защищать интересы собственников управляющая компания. Если есть претензии по строительству, они всю претензионную работу ведут сами. От имени жителей. До тех пор, пока она находится в процедуре банкротства, компания, которая застройщиком являлась, в любой момент управляющая компания может предъявить ей иск на определенную сумму. Первая, кто стоит на страже интересов собственников, это должна стоять управляющая компания. Извините, они денежные средства получают за управление. Если что-то не так, для этого существуют организации, которые выдавали им лицензию, и могут проконтролировать, насколько они качественно выполняют свои обязательства перед собственными многоквартирных жилых помещений, многоквартирных домах. С руководством управляющей компании нам связаться так и не удалось. Но во время съемки сюжета мы застали мастера управляющей компании, которая представилась Раисой. Когда принимали, был другой директор, поэтому сейчас, ну, я не могу сказать. Директор управляющей компании? Да, был директор. Это новый директор у нас сейчас. Она что может в силу своих возможностей? Она что делает? Вот мы все лето там поребрики красили. Да, зеленять мы будем, когда у нас деньги появятся, будем зеленять. Перечень причин, почему в Раздольном жить плохо, на этом не заканчивается. Есть еще некачественная вода, от которой в течение полугода разваливается сантехника. Есть ответ из Роспотребнадзора, что содержание цинка в воде выше нормы. Есть еще много писем в разные инстанции. Вот только пока решений этих проблем никаких нет. Местные жители сдаваться не намерены. Они собираются обратиться в прокуратуру, губернатору и в приемную президента.